Правительство России готовится поднять утилизационный сбор. Проект соответствующего постановления уже подготовлен. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, тариф сменится до конца первого квартала этого года. Напомним, что сам сбор появился, когда Россия стала членом Всемирной торговой организации. С того момента таможенные пошлины начали снижаться, и власти, чтобы компенсировать снижение, ввели плату будто бы за будущую переработку транспортных средств. Таким образом, сейчас таможенная пошлина на новые легковые машины составляет 15% цены. Однако, чтобы ввести автомобиль из-за границы, юридическое лицо заплатит сверху почти 180 тысяч рублей у тильсбора. Если объем двигателя больше двух литров, уже 280 тысяч. Эта сумма рассчитывается путем умножения базовой ставки на повышающие коэффициенты. Сейчас ставка для легковых автомобилей составляет 20 тысяч рублей, но чиновники хотят увеличить ее до 25. Кроме того, повысят коэффициенты для большинства самоходных машин, а также введут новые градации. Из-за этого продавцы квадроциклов предрекают крах своего сегмента, так как новая техника станет неподъемно дорогой для большинства россиян. В правительстве уверены, что повышение не вызовет резкого роста цен. Но едва ли это так. Новые ставки больно ударят не только по чистокровным, импортным иномаркам, но и по машинам российской сборки с невысокой локализацией. Ведь механизм компенсации субсидий из бюджета весьма запутанный. По замыслу, государство компенсирует утильсбор полностью только заводам с глубокой локализацией производства. А при наличии лишь сварки и окраски предприятие получит 60% от уплаченного. Еще одна новелла касается штрафов. Теперь, если при въезде на территорию России выяснится, что за машины с иностранными номерами числятся неоплаченные штрафы, владельцу придется сначала погасить долги, накопившиеся во время предыдущих визитов. С июля также требования начнут действовать при выезде. Проще говоря, если штрафы неоплачены, автомобилиста из страны не выпустят. На оплату нарушителю даются три часа, отсчитывая от момента прибытия авто на пункт пропуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова